Итак, дорогие друзья, коллеги, у нас очередной вебинар из серии «Клинические исследования». Сегодня мы взяли тему для обсуждения, это «Работа в клинических исследованиях, спонсируемой фармоиндустрии и взгляд молодого исследователя». Когда мы планировали эту тему, мне сказали, что я не такой уж молодой исследователь, зачем я берусь. Поэтому, чтобы эта тема была освещена по-настоящему правильно, мы пригласили по-настоящему молодых исследователей. И сегодня начнет Вера Сергеевна рассказывать о том, как молодой исследователь оказывается в клинических исследованиях. Расскажите, пожалуйста, Вера Сергеевна. Здравствуйте, добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада принимать участие в сегодняшнем вебинаре и иметь возможность высказаться на такую актуальную тему для меня. Мой доклад должен ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы стать клиническим, чтобы принять участие в клинических исследованиях и быть врачом-исследователем. Я очень бы хотела, чтобы это не звучало как инструкция, поэтому я немного расскажу об этом, основываясь на личном опыте и надеюсь осветить несколько проблемных вопросов в процессе становления врачом-исследователем. В целом опыт работы врачом-терапевтом у меня более пяти лет, и начинала я как врач имбулаторного звена, работая два с половиной года в поликлинике, участковым терапевтом. Последующие два с половиной года я работала в городской больнице, принимающей пациентов по скорости 7 дней в неделю, 24 часа. За все время работы, то есть за пять лет, внимания, я ни разу не получала достаточно подробной информации о клинических исследованиях. В общем, ни о как постоянно развивающейся и перспективной области медицины, ни о как возможности дополнительного заработка для молодых специалистов. То есть все мои знания о проведении клинических исследований ограничивались тем немногим, о чем нам рассказывали на цикле клинической фармакологии еще во времена моей учебы в Альмамата. И это на самом деле, как мне кажется, очень интересный момент, потому что он демонстрирует, насколько мало доступна информация о проведении клинических исследований в России, как мало врачи первичного звена, то есть клиницисты, работающие амбулаторно, осведомлены о возможности развития и построения карьеры в этой области, о возможности сотрудничества с исследовательскими центрами, например, так же, как врачи-рефералы. И, соответственно, не способны проанализировать и донести до пациента в пользу, а иногда и необходимость участия в клиническом исследовании. Ситуация, насколько мне известно, на личном опыте, опять же, не изменилась и сейчас. Например, врач-терапевт, который был аккредитован в прошедшем 2019 году, также о проведении клинических исследований, узнал от меня. Что касается того, как стала работать врачом-исследователем я, то мне о нецелекобезопасности рассказал мой коллега, который сейчас участвует в нескольких проектах уже как главный исследователь. То есть информация была получена также из врачебного сообщества, так сказать, из уст в уста. На мой взгляд, если говорить о практической части, об инструкции, как же все-таки стать врачом-исследователем, в этом смысле мне очень повезло, потому что я попала в достаточно молодой, но уже очень опытный коллектив. На базе нашего научно-исследовательского центра проходит множество протоколов, и, соответственно, у меня всегда была возможность обратиться к более опытным врачам-исследователям, к главным исследователям. Тут, в общем, я заручилась поддержкой более опытных коллег. Кроме того, очень важно, что при подготовке к работе в клинических исследованиях у меня была возможность пройти тренинги GSTP, то есть основу основ на базе нашего научно-исследовательского центра. И это, конечно, помогло погрузиться в работу, влиться в работу, не испытывая серьезных трудностей. Ну и если говорить и отвечать на вопрос, что же нужно сделать, чтобы стать врачом-исследователем, особенно молодому специалисту, то, я думаю, нужно все то же, что любому другому врачу. Это клиническое мышление. Очень важно умение вычленить из большого объема информации главное желание учиться и развиваться, и понимание, что безопасность и благополучие субъекта клинических исследований должно быть для нас превыше всего. Но проблема низкой информированности клинических исследований, конечно, она остается открытой. И очень радостно, что с помощью вот таких вот вебинаров мы делаем информацию более доступной. Спасибо. Вера Сергеевна, спасибо. У нас есть вопросы от наших слушателей. Я не знаю, насколько это к вам вопрос, наверное, всем. Вот, например, что нужно сделать, чтобы быть исследователем в клинических исследованиях без медицинского образования в России? Есть ли реально успешные кейсы без медицинского образования? Невозможно. Я думаю, это невозможно. Невозможно. Так, следующий вопрос у нас от Антона Андреевича, он тут вот прямо в нетерпении находится. Вера Сергеевна, да, спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. А сколько по времени вы всего вот участвуете в клинических исследованиях? Это год, два, полгода? Скоро будет год, да. А вот за этот год сколько, в скольких исследованиях вы участвовали? Это очень много, на самом деле, поскольку мне предоставилась возможность еще и поработать в исследованиях биоэквивалентности, но в целом, я думаю, если говорить о второй-четвертой фазе, то это более десяти протоколов. Очень интересно. А вот команда ваша исследовательская, там, ну, сколько человек в вашей команде? Ну, у нас, конечно, это зависит от протокола, но в целом у нас достаточно обширная команда, обычно, ну, где-то тоже, но я думаю, что в районе десяти-двенадцати человек получается. Большая команда такая. Большая, да, большая команда. Скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Ваш функционал как врача-исследователя, то есть, какую роль вы играете в этой командной работе? То есть, вы принимаете пациента, да, как вы ведете первичную документацию? Да, безусловно, я, поскольку я также работаю как врач-терапевт, да, на базе нашего центра, я могу выступать и как реферал, и как соисследователь, да, то есть, я веду пациентов, провожу, безусловно. И вводом данным тоже вы занимаетесь или у вас отдельный человек? Нет, у нас отдельный человек для ввода данных. Спасибо. У нас целый отдел, даже как. Ввода данных? Да. С учетом того, что у нас, в общем-то, есть среди зрителей люди, которые клиническим исследованием большого такого пока притяжения не имеют, можно вкратце рассказать, как построена структура у вас. То есть, есть какой-то, видимо, функционал как врача, который смотрен, да, дальше в клинических исследованиях важно данные на этапе осмотра передать куда-то дальше. Как у вас все это построено? Расскажите вкратце, МКОНИ. Да, конечно. В целом, проведение клинических исследований обеспечивает исследовательская команда. Главный исследователь, врач-исследователь, координатор и медсестра-фармацевт и вводчик данных. Если говорить о функционале врача-исследователя, да, в клинических исследованиях, то это вся работа непосредственно с пациентом, да, начиная от подписания информированного согласия и заканчивая визитом, как бы, завершения исследования. Работу с лабораториями, отправкой материалов и СРО обеспечивает координатор. Да, назначенные на это исследование. И после заполнения специфичной, протокола специфичной первичной документации мною, да, эта информация передается в отдел ввода данных. Вот, собственно, если очень коротко, то это выглядит правильно. Я задавал не просто так, потому что у нас был вопрос от зрителей, что можно сделать, чтобы быть исследователем без медицинского образования. То есть в клинических исследованиях может быть какой-то другой функционал у человека без медицинского образования, правильно? Да, вводчик данных. Ну, координатор, ну, у нас преимущественно все-таки координаторы имеют медицинское образование, это фармацевты, провизоры, да, но это возможно. Отлично. Значит, мы отвечаем, что если нет медицинского образования, но у человека есть желание работать в клинических исследованиях, можно написать свои контакты, и мы предложим попробовать себя в виду. Да, конечно, да, конечно. Окей. Есть еще вопрос. Какой самый трудный вопрос вам пришлось решать в процессе работы в клинических исследованиях? Это прям как телевикторина. Это требует некоторого времени. Мне надо вспомнить, что же показалось мне самым сложным. Ну, сейчас, кстати, очень актуально, это, наверное, проведение визитов, да, пациентов с точки зрения их безопасности, вот, в условиях пандемии. Это достаточно сложный вопрос. Отлично. И финальный тогда вопрос к вам. Вы использовали такую формулировку «я могу работать как врач-реферал». Что это значит? Да, врачи-рефералы – это специалисты, которые могут работать вне исследовательского центра, то есть в поликлиниках, например, да, в стационарах, направляя в наш центр пациентов, согласно нозологиям, да, в различные протоколы, как бы за вознаграждение, то есть есть определенная бонусная программа для каждого протокола своя. Хорошо. Ну, это не только ваш центр, да, давайте не будем, так сказать… Ну, да, да, в общем, центр. В общем, в целом, действительно, есть такая опция, да, у врачей, которые, ну, работают на большом приеме пациентов, да, и если есть желание предоставить пациенту выбор, в частности, ну, как вариант участия в клиническом исследовании, то такой доктор может предлагать, ну, свои возможности исследовательским центром. Правильно я понимаю, так, да? Угу. Совершенно верно. Так, ну что, спасибо большое, Вера Сергеевна. Вы выдержали прямо вопросы из телевикторины, да, и Антон Андреевич, как молодой, но пытливый, тоже там поздравил вопросы. Спасибо вам большое. Так, двигаемся дальше. Да, Карина Ервановна, вы расскажете нам, как вообще там с первым субъектом исследований, что вы испытывали, да, и как вот первый визит монитора, что вы почувствовали в этот самый момент? Глубоко уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, сейчас постараюсь рассказать, да, свои переживания, все свои, и тот опыт, который я успела перенять в период, вот, пока проводился первый мониторинговый визит, в принципе, первые мои шаги, как врача-исследователя, буквально, да, пару слов постараюсь так сильно не углубляться в свои эмоции. На самом деле, это очень интересный опыт, колоссально интересный для врача, и если есть возможность работать в клинических исследованиях, это, конечно, огромный-огромный плюс. Для чего? Потому что каждое исследование, оно богато своими определенными нюансами, которые ты в процессе, пока происходит рутинная работа, ты не успеваешь даже на них обратить внимание. Здесь же происходит совершенно наоборот. Конкретно что? Если есть какие-то вопросы, которые требуют безотлагательного решения, нужно их решать здесь и сейчас. То есть ты запоминаешь раз и навсегда, как нужно делать, как не нужно делать. Если возникают какие-то вопросы, с которыми ты не можешь самостоятельно справиться, то есть не можешь обратиться к протоколу, да, либо решить это внутри между врачами и исследователями, то есть прекрасная вещь, как звонок монитору, для того, чтобы он быстренько сориентировал тебя, как правильно делать, как неправильно делать. Так вот, важна очень сильно обратная связь между исследовательским центрами и мониторами по исследованию, по тому или иному исследованию. Для чего и выполняются также мониторинговые визиты. То есть если происходят какие-то нюансы, которые ты не можешь решить, ты всегда можешь задать вопрос монитору, и он достаточно быстро направит тебе в то русло, которое нужно. Первый мониторинговый визит – это достаточно интересный опыт и очень познавательный в каком плане. Во-первых, каждый исследовательский, вернее, каждый спонсор, да, имеет свои критерии, которым нужно соответствовать. И в процессе работы с первичной документацией, собственно, ты их выполняешь, и монитор за тобой также следит. Это то есть своеобразный, как работа над ошибками или учитель, который проверяет твое домашнее задание. Со временем, то есть когда ты выносишь какие-то уже выводы после мониторингового визита, естественно, ты уже перестаешь выполнять какие-то нюансы, которые были в какой-то степени не сильно, но не соответствовали, допустим, тому, что требует от нас спонсор. В принципе, также важно обязательно говорить о том, что всегда все спорные вопросы должны решаться с врачом, с главным исследователем нашей команды. То есть самое важное, что нужно делать, это чтобы была командная работа и обратная смесь между всеми специалистами, которые участвуют в клиническом исследовании. Пока все. Пока все, но есть вопросы. Да, вот у меня, например, есть вопросы. А в чем все-таки отличие рутинной работы от работы в клинических исследованиях? У вас же сколько опыта в рутинной практике и какой опыт работы в клинических исследованиях? Если вместе с обучением считать. В общем, на самом деле опыт небольшой, я достаточно молодой специалист. В медицине после университета я нахожусь 4 года, 2 года была ординатурой. Первое знакомство, в принципе, с клиническими исследованиями как раз-таки произошло в ординатуре, в том плане, что со стороны ты наблюдал и знал о том, что имеются такие возможности, как клинические исследования. Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве участника команды. Что со мной и произошло. Я была какой-то период дата-менеджером при одном из исследований на базе нашего института. Можно сказать, что прошла, получается, от дата-менеджера, да, и поднялась по карьерной лестнице и стала клиническим исследованием. Есть везде свои трудности, и проще, конечно, наверное, быть просто врачом-клиницистом, потому что есть возможности. Понятно, что у нас имеются определенные рекомендации клинические, которым мы должны соответствовать. Но путем проведения консилиума, либо каких-то еще вещей мы можем принимать решения, которые немного, но отличаются все-таки от клинических рекомендаций. Здесь вопрос совершенно по-другому стоит. Есть определенные правила, которым нужно соответствовать, и редко когда есть возможность переходить черту, скажем так, только если есть на это разрешение спонсора. И вот такие вот нюансы, это принципиально большая разница. А была вот эволюция представления клинических исследований на этапе, допустим, ординатора, дата-менеджера и врача-исследователя? Безусловно. Как-то менялась и как она менялась? Безусловно, потому что если говорить со стороны, то это все всегда так красиво кажется и достаточно легко, непринужденно. Вот тут ты принял пациента, что-то заполнил, и все счастливые разошлись, получили свое лечение. На деле это не так. Далее, с точки зрения дата-менеджера. Это колоссальный объем данных, которые нужно ввести, ввести настолько правильно, чтобы не было потом вопросов от спонсоров, да, и чтобы соответствовало не то, что и любая твоя ошибка, она, конечно же, будет замечена. Обязательно, чтобы это все совпадало с первичной документацией, которую заполняет врач-исследователь. На самом деле на это уходит достаточно большое количество времени, и нужно быть очень сильно сосредоточенным в этот момент. Хотя, на первый взгляд, это перенос с бумаги, грубо говоря, на компьютер, там, в базу данных, каких-то, какой-то информации. С точки зрения врача-исследователя, тут уже вообще все очень оказалось тяжело, потому что, ну, если говорить вот, да, вот с трех позиций. Самое сложное, это, конечно, врач-исследователь, потому что нужно обращать внимание на все абсолютно нюансы. Нужно всегда, то есть от тебя зависит правильность ввода данных после того, как дата-менеджер получил твою первичную документацию. Нужно вовремя заметить нежелательное явление, нужно уметь определять, что такое серьезные нежелательные явления, которые нужно репортировать, да, в течение, там, первых 24 часов. Либо этого не нужно делать. Все это, в принципе, возможно, главное быть внимательным и усидчивым. Так, хорошо. А все-таки вот требования к квалификации врача, который сидит на приеме и в клинических исследованиях, это какие-то такие схожие требования или у врача в рутине они отличаются? И что нужно, чтобы, допустим, доктор из рутины мог совершенно спокойно и комфортно себя ощущать в клинических исследованиях? Ну, в идеале, и, конечно, если, то есть я рассказываю свою точку зрения все-таки, да. Я думаю, что врачи и исследователи не должны отличаться от обычного врача, то есть клинического, да, от клинициста. Почему? Потому что, да, нас обязывают проходить, если ты входишь в исследовательскую команду, курсы GCP и так далее. Лучше было бы, конечно, наверное, все-таки, чтобы general clinical practice был введен у каждого врача, и не только врача, а исследователя. Ну, это же молодые исследователи, они могут делать ошибку, Мария. Я вижу, что у вас там глаза. Good clinical practice. Нормально. Good. I'm sorry. Извините, я просто очень нервничаю. Недавно я был в музее космонавтики, и там есть ЭКГ Юрия Гагарина, снятая за день до его старта. У него пульс был там 60. Поэтому я думаю, что если у нас у всех тут пульс, посмотрите, он гораздо больше. Волнение – это нормально. Вот. Ну, коллеги, есть какой-то вопрос? Карин. Да, Константин Анатольевич. Я хотел Вере задать вопрос, Вере Сергеевне, которая, да, по поводу какого-то, ну, как сказать, вот сейчас нас слушают разные, наверное, зрители, да, и часть из них – врачи, которые, наверное, думают о том, как бы им возможно участвовать в клинических исследовательствах. То есть, вот Вера Сергеевна говорила по поводу GCP, да, вот, она упоминала. Вы, да, Карин, тоже говорили такое, там, и нежелательные явления, там, и вообще, что такое, и дата-менеджеры, и так далее. Ну, то есть, вот, человек даже, допустим, мы узнаем, как попасть в клинические исследования, вот я молодой специалист, положим, да, узнаем, как попасть в клинические исследования. Но я не знаю, что же произойдет со мной дальше, да, то есть, вопрос такой, проходили ли вы какие-то дополнительные, возможно, курсы, существуют ли они, да, то есть, может быть, на базе вашего учреждения. Или все это происходило, вам помогали старшие товарищи, да, которые рассказывали о том, что нужно делать и как. То есть, есть ли какие-то, вот, ну, может быть, программы тренинговые, которые помогут молодому специалисту войти в дело. Константин Анатольевич, это кому вопрос? Это, 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 Кариня, вопрос. Так, спасибо большое за вопрос. На самом деле, честно говоря, я затрудняюсь ответить с учетом того, что информированность, в принципе, врачей, если ты не находишься на каких-то центральных базах, да, информированность, она стремится к нулю. И, наверное, задача, все-таки я даже немножко, наверное, неправильно так сейчас я не отвечаю на ваш вопрос, да, говорю направление, в котором нам нужно работать. То есть, нужно информировать даже врачей из регионов, может быть, постараться поездить и порассказывать людям о том, что, в принципе, существуют такие возможности. Стать врачом-исследователем, что есть клинические исследования и уже далее, как бы, решать вопрос о том, что нужно ли проведение каких-либо курсов уже на местах как раз-таки. То есть, первая задача, это нужно дать информацию человеку все-таки о том, что проводятся клинические исследования, а потом уже говорить о том, есть ли они курсы или нет. Понятно, спасибо большое. Так, окей. Ну, что ж, если вопросов больше, Вера Александровна, вы там хотите что-то задать, да, у меня есть преимущество? Да, 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 все верно относительно. Друзья, у меня вот передо мной есть такой большой экран с маленькими картинками. Я вижу лица всех наших уважаемых участников, и я вот сразу по взгляду могу понять, что кто хочет что-то задать. Вот Вера Александровна очень так пристально смотрит, поэтому задавайте вопрос. Нет, это скорее даже не вопрос. Как вы верно, Карин, подметили, относительно осведомлённости регионов, вот непосредственно «Альма-Матер» ни онкологи имени Петрова сделали проще. Они меня отправили в Костромскую область. Поэтому здесь вот таким образом и появился Центр клинических исследований, который функционирует вот уже два года с исследованиями. Ну, наверное, я как не совсем молодой, может быть, врач-исследователь, но молодой ПИА, вот, наверное, с этой точки зрения. И относительно обучения, безусловно, это в первую очередь те курсы и те сессии, которые организует НИИ непосредственно вот Артём Николаевич. Однозначно спасибо вам большое, потому что это прокачивание специалистов, которые потом в дальнейшем могут действительно... Мне приятно, что вы бьёте себя в грудь, это так и есть. Потому что, наверное, без дополнительной информации открыть собственный центр или начать клинические исследования с ноля, не с ноля, это неважно, да? Это действительно очень сложно, потому что это многоуровневый, многоэтапный процесс, который без знаний и без опыта, безусловно, самостоятельно обучиться без ошибок невозможно. Поэтому спасибо большое, да. Коллеги, да, спасибо, Вера, да, у нас внеплановое подключение специалистов, действительно, десант, так сказать, квалифицированных специалистов в Кострому. Вера, скажите, пожалуйста, тогда, каким образом, да, вот молодого специалиста удалось переманить, ну, в Кострому создать какие-то такие представления? Потому что условия, да, для того, чтобы доктор из большого города, Санкт-Петербурга уехал в Кострому, и вот что было вам предложено? Потому что наверняка у наших зрителей из регионов возникает желание налавить в себя клинические исследования, но всё упирается как раз, ну, в какой-то, так или иначе, компетентный персонал. Вот посоветуйте что-то там главным врачам, может быть, или другим представителям администрации. Артём Николаевич, спасибо большое. Основная, наверное, задача руководящего состава администрации в том, чтобы заинтересовать молодого специалиста, ведь пока мы молоды, энергия бьёт ключом, и действительно, амбиции они дают о себе знать, и хочется изменять. Наверное, это самое важное, хочется менять, и хочется менять в лучшую сторону. И в данном случае я считаю, что те условия, которые были предложены мне, это руководящая должность заведующей поликлиникой, со словами, даже не со словами, наверное, это был полный карт-бланш относительно того, что вот у тебя есть амбулаторно-поликлиническое звено, и ты его можешь развивать. Соответственно, в этом направлении мы и двигались. И один из этапов развития, он изначально был продуман, он изначально планировался. Это открытие своего центра клиноисследований, поскольку Артём Николаевич не даст соврать с третьего курса института. Я точно так же, как и Карина Ирландовна, начала заниматься дата-менеджментом, ещё будучи студенткой. И уже в ординатуре ещё более глубоко погружалась в этот вопрос. И, безусловно, в какой-то момент рождение своего центра, оно, наверное, было логичным. Но подготовка к этому велась, безусловно, заранее. Мы получали лицензию на протяжении примерно шести месяцев. За это время мы готовились не только информационно, но и материальную вазу определённую готовили. И, естественно, были несколько трудностей. И, в первую очередь, конечно, информационно. Это то, про что вы говорили. Очень сложно было объяснить администрации, объяснить коллегам о том, что это безопасно. Что, безусловно, всё это дополнительные витки развития в направлении амбулаторно-поликлинической помощи. Так, ладно. Вера, сразу видно, что вы уже стали чиновником. И ваш текст становится таким достаточно взвешенным. А всё-таки не лицензированная аккредитация исследовательского центра. Это имеется в виду? Да, всё верно. Так, а вот финальный вопрос. Да, от даты менеджмента до ПИА. Сколько прошло лет? Одну секунду. Ну, порядка, наверное, семи. Ну, наверное, это достаточно какая-то такая активная... Шесть лет, да. Наверное, это активная карьера. Вот у нас тут вопрос остался. Мне кажется, он действительно интересный. Какой самый трудный вопрос вам пришлось решать в процессе работы в клинических исследованиях? Это вопрос ко мне, да? Сложный вопрос. Это вопрос в целом, но мне кажется, интересно на него ответить. Действительно, он такой вот. Видно, что человек задавал... Проблема, к сожалению, в большей степени связана с тем, что, конечно, в регионах нету докторов, которые не то что обучены GCP. Они вообще мало представляют, что такое клиническое исследование. И ладно бы доктора, но и администрация не только диспансеров, но и администрация департамента. Они вообще не понимают, что это, и очень этого боятся, безусловно, как нечто новое. Поэтому, конечно, самое сложное было объяснить, что бояться нечего. И, естественно, это команда. Без команды, какой бы ПИА ни был хороший и опытный, к сожалению, дело не пойдет. И в данном случае команду нужно обучать и подбирать до старта исследований, чтобы потом не случились те проблемы, с которыми, к сожалению, сталкивается фарма-индустрия, подбирая себе центры. Наверное, подбор коллектива и информационное поле. Вот это самое сложное получилось. Спасибо большое. Но вы далеко, как говорится, не отходите, потому что у нас сейчас мы переходим к достаточно чувствительной части обсуждения деятельности исследовательского центра и работы команды. Это финансовая составляющая. У нас уже есть несколько вопросов даже от наших зрителей. Антон Андреевич взялся на себя систематизировать ответ на эти вопросы. И, Антон Андреевич, расскажите, пожалуйста, про одну из самых чувствительных частей деятельности исследовательской команды. Добрый день, коллеги, еще раз. Благодарю за такую действительно чувствительную тему. Артем Николаевич предоставил мне возможность высказаться. Перед тем, как я освещу эти вопросы, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, работа в клинических исследованиях врачом с исследователем – это достаточно серьезная, тяжелая работа, которая требует и такой же ответственности, такой же усидчивости, как и обычная клиническая работа. Более того, хотелось бы сказать, что в большинстве центров, больших центров онкологических, участие в клинических исследованиях не является основным, как бы, родом деятельности врача-исследователя. Это всегда обычно человек находится на какой-то клинической ставке, выполняет какую-то клиническую работу и поверх этой еще занимается клиническим исследованием. Вот осветив так немножко тему с этой стороны, я бы хотел сказать по поводу чувствительной темы оплаты, труда, оплаты работы врача-исследователя. Конечно, наверное, каждый из нас, когда устраивается на работу, задает этот вопрос, собственно, какая будет заработная плата, на чем она будет основана, какие должны мы, как врач, выполнять условия, какие условия берет на себя выполнение главный исследователь, учреждение. Вот. И вот по моему опыту, который небольшой достаточно, я участвую в исследованиях там три года, есть несколько вариантов оплаты, собственно, этой достаточно серьезной работы. Первый вариант – это когда грант оплата исследования приходит на главного исследователя, главный исследователь обычно какой-то ведущий специалист или в регионе, или в центре, да, и объем заработной платы определяется сугубо им по его каким-то сугубо личным представлениям о том, ну, за тот объем работы, который выполняет врач-исследователь. Второй вариант – опять же, грант приходит на главного исследователя, но у врача-исследователя есть определенная таблица, которая формируется под каждый, рассчитывается как бюджет под каждое исследование, где он может, в принципе, теоретически предугадать, ну, или посчитать тот объем средств, который он должен получить при истечении того или иного количества визитов. Ну, в этом случае, опять же, последнее слово остается за главным исследователем, но, по крайней мере, доктор, в принципе, представляет, какой объем заработной платы он получит по истечении того или иного исследователя. Третий вариант – это договор с врачом-исследователем, когда фирма составляет отдельные договора, отдельный договор с главным исследователем, там, с координатором и с врачом-исследователем. Тогда врач получает эту зарплату напрямую от фармкомпании, и в определении объема заработной платы главный исследователь не играет роли. Ну, и четвертый вариант, который в большинстве своем, наверное, используется на Западе, когда грант приходит на учреждение, и учреждение уже оплачивает эту работу. Но, на мой взгляд, самым оптимальным, на мой взгляд, молодого врача-исследователя, конечно, это договор с фармкомпанией, когда ты знаешь, что минимальное количество участников как бы вклинивается в эти расчеты. Ну, вот примерно так, наверное. А какие есть плюсы-минусы, например, по договору у исследователя? Ну, из минусов, например, когда договор заключен напрямую с врачом-исследователем, то, что, например, если врач по каким-то причинам прекращает участие в клиническом исследовании, там, ушел в отпуск, уволился и так далее, а исследование идет дальше, ведет и проводится уже другим врачом, введенным в команду, или вторым там врачом-исследователем этой исследовательской команды, то оплата-то идет все равно на тому врачу, с которым заключен договор. Поэтому с точки зрения главного исследователя здесь возникают проблемы, потом вот эти деньги как-то от одного исследователя передать другому исследователю. Вот таким образом. – Иван Анатонович, спасибо большое за готовность ответить. А все-таки, ну, еще, чтобы не сложилось неправильное представление, что вас вот именно драйвит в клинических исследованиях? Почему вот вы пошли туда? Что вот вас прямо так вот кажется самым основным? – Ну, тут я, да, спасибо большое за вопрос. Конечно, мы молодые, нам действительно хочется быть на острие науки, а клинические исследования, они, конечно, это позволяют. В лечении онкологических заболеваниях в нашей стране, и это один из самых реальных вариантов участвовать в передовом исследовании, ну, в передовом лечении, которое проводится по всему миру, ну, вот творить историю, когда ты читаешь потом эти данные того или иного исследования, которые опубликованы там на АСКО, ты понимаешь, что ты был, да, ты был в той команде, в мировой команде исследователей, и ты поучаствовал. Ну, это круто, на мой взгляд. Это большой опыт, который дает огромную пользу вообще врачу как клиницисту, конечно, и позволяет легче развиваться как врачу-онкологу, например, химиотерапевту, участвовал в клинических исследованиях. Ты всегда на передке, ты всегда знаешь, где что почитать. Если даже ты этого не хочешь, тебя заставят, и ты почитаешь. Поэтому это, ну, это круто вообще. Так, хорошо, ну, тут вот раз уж... Прошу прощения. Вот раз уж взялся говорить про публикацию, у нас как раз есть вопрос от наших зрителей. Что вы знаете о проблеме коррекции, публикации итоговых результатов в клинических исследоведущих журналах? И еще вопрос, знакомитесь ли вы с итоговыми отчетами по вашим клиническим исследованиям? Ну, конечно, да, мы знакомимся, и нам эти данные предоставляют, в том числе и фармкомпании. Второй вопрос, какой там был? А, в ведущих журналах, да. Но, естественно, конечно, мы видим даже там отголоски своей работы, там, в публикациях, опять же говорю, АСКО, ЭСМО, а затем и РУССКО. Вот последний исследователь Джевелин был опубликован, и было интересно почитать. Коллеги, есть какие-то комментарии? Вот, Константин Анатольевич, у вас в вашем центре какая система финансирования клинических исследований применяется? Мне кажется, самая передовая, правильно? То, к чему и все стремиться должны. Ну, да, Анатольевич сказал, да, что третий вариант, характерный для каких-то развитых стран, в которых уже давно книжки проводятся, это доконтрактная система. И у нас, конечно же, работает доконтрактная система, когда все средства денежные, грамм, так называемые, он приходит на учреждения. У нас учреждение частное, я побоюсь, да, высказать свое мнение в отношении применимости такой системы для бюджетных организаций. Вот, но я думаю, что они вполне себе разноспособны и бюджетных организаций. Чем он хорош? Он хорош тем, что, в принципе, в значительной части случаев мы получаем больше денег, чем бы получали деньги, чем мы получали ту же сумму, если бы она была, приходила на физические лица. Мы знаем все, что резиденты Российской Федерации, да, при выплате определенных средств должны платить еще дополнительные выплаты, там, в социальные фонды, в суд страх, в пенсионные и так далее. Да, при перечислении, естественно, денег на юридическое лицо таких заправ заказчику делать не нужно, и поэтому зачастую это частный случай, когда исследовательский грант увеличивается при расчетах между юридическими лицами. Вот, в дальнейшем, что еще происходит у нас? У нас происходит распределение этого гранта среди участников проекта. Сразу могу сказать, что часть наших коллег работают на зарплате, так называемой, да, то есть они получают зарплату, и поэтому в распределении, так называемого, этого гранта они не участвуют. Но в основном ключевые люди, которые занимают, то есть главные исследователи, в какой-то мере административные, то есть административные подразделения, врачи-исследователи, конечно же, участвуют в распределении гранта. И это распределение известно до начала протокола, поэтому, в принципе, я считаю, что это достаточно прозрачная, понятная и справедливая система. Хорошо, спасибо. Но мне кажется, мы решительно решили осветить эту тему, которую на моей памяти никто не поднимал, и в целом систематизировать как-то и стандартизировать неплохо. Что ж, у нас, в общем-то, еще какие вопросы есть от наших зрителей. Например, есть интересный вопрос, наверное, для всех. Всегда хотел узнать, как принимается решение в случае наличия конкурентного набора в центре в несколько проектов. Вот, может быть, Константин Анатольевич, это такой вопрос, вот, интересный, расскажите нам. И Вера, и потом Антон, может быть, корректно. Да, вопрос, вопрос действительно интересный. Вот, но на самом деле, в принципе, скажем так, ситуация, когда в центре есть конкурирующий набор, он действительно конкурирующий, это ситуация, хотя и встречающаяся, но, по идее, ее нужно избегать. И поэтому всегда, когда нас опрашивают на предмет наличия конкурирующих исследований во время отбора центра, конечно, у нас будут вопросы, есть ли конкурирующиеся, будут ли они, будут ли действительно конкурировать. Это первый момент. То есть этой ситуации необходимо стараться, по крайней мере, избегать. Потому что тогда мы будем более честными заказчиками исследований. То есть мы не будем кормить завтраками, историями различными. А мы будем точно знать, что мы вот сейчас в этом направлении работаем по конкретной нозологии, по конкретным цифровым включениям. Вот, это первый момент. Второй момент, что, конечно, такие случаи бывают. Случаи бывают, но они не часты. То есть я могу сказать, даже для нас, для нас характерно достаточно большое исследование по воспалительным заболеваниям кишечника, то есть болезнь крона, язвенный колит. И могу сказать, что может быть 4, 5, 6 протоколов с болезнью крона, и они все будут в отношении, допустим, средней степени тяжести, тяжелого заболевания. Но, тем не менее, каждое из них, оно на самом деле в действительности особенно сильно друг с другом не конкурирует. Потому что продолжительность терапии разная может быть. Терапия может быть разная. Она может быть подходить к одному пациенту, к другому пациенту не подходить. Но если уже мы дошли до момента конкуренции, тогда, конечно же, на первую очередь встает удобство этого протокола для конкретных пациентов. То есть, естественно, например, если мы возвращаемся снова к тому, о чем я говорил, про воспалительные заболевания кишечника, то интересный протокол, длинная терапия, длительное исследование, конечно же, гораздо более привлекательно, чем, допустим, короткий 12-недельный протокол. Это понятно, это привлекательно как для пациента, так и для исследований. То есть, скажу так, вот если вопрос немножко намекал по поводу денег, скажу, что скорее большее значение имеет привлекательность протокола как для пациента, так и, соответственно, конечно, сливающая. Так, Антон Андреевич. Да, но опираясь на наш опыт нашего центра, мы онкологическое учреждение, конечно, на первый план выходит всегда пациент. Это, безусловно, незыблемо. У нас был опыт, когда у нас было несколько протоколов примерно с одной и той же группой препаратов и для одной и той же нозологии, например, рак легкого. Но тут принималось решение, опять же, в интересах пациента всегда. И когда у нас был, в принципе, выбор включать в тот или иной протокол, мы оценивали, ну, каждый протокол, он же имеет свои особенности, да, там, график визитов, частоту введения препарата, там, где-то раз в 4 недели, раз в 2 недели. И в зависимости от того, конкретно этого больного, который мы сейчас обсуждаем в части клиническом исследовании, мы принимали решение, как ему удобнее. Если он живет в Санкт-Петербурге, это одна ситуация, он может ездить раз в 2 недели, например, в центр для сдачи анализов, введения препарата. Или он живет в Костроме, например, да, там, куда тяжелее приехать раз в 2 недели. Но также надо сказать, что я, как врач-исследователь, должен был, всегда, по крайней мере, это делаю, я думаю, что все остальные доктора тоже, мы должны сообщить о нескольких, о всех вариантах этого лечения. Мы даем протокол, информированное согласие как того, так и другого протокола. И, конечно, еще пациент, читая эти два информированных согласия, описание протокола, там, принимает решение. Мы можем только как врачи-исследователи, там, рекомендовать, когда мы детально ознакомлены, да, с графиком визитов, ну, например, да, или каких-то еще нюансов, мы можем вот рекомендовать. Но принимает решение, естественно, пациент в этом плане. Надо заметить, что, во-первых, дизайн исследования и обеспечение исследований тоже важное значение имеют. Потому что сейчас, если в онкологии, это многое зависит от результатов молекулярной генетики, например. Да, если молекулярная генетика делается 3 месяца, ну, к примеру, ну, это может быть какой-то выпиющий, да, там, вариант, хотя бывало, вот, то, конечно, такие исследования фактически ставятся куда-то там в конец списка, и делается, ну, предлагается пациенту вполне объективная, ну, правильно я говорю, да, то есть вполне объективная картина, что в этом исследовании почти то же самое, но есть такие риски, к примеру. Ну, вот, да? Это же что первично, как говорится, поэтому в первую очередь вообще принимается решение, да, о тактике дальнейшего лечения пациента, а дальше просто идет подбор более адекватный. Тут вообще даже можно не упираться на клинические исследования, да, как таковые, а просто вот мы определяемся с тактикой, в некоторых там клинических исследованиях надо отправлять гистологический материал и ждать ответа. А мы видим, что картина заболевания, она развивается стремительно, например, да, и у нас, возможно, нет этих там 2-3 недель для получения ответа и принятия решения, подходит пациент в исследование или не подходит, например, для мелкоклеточного рака легкого, его надо лечить, вот, если диагноз стоит, его надо лечить вот сейчас, не через 2 недели. Ну, вот, ну, поэтому все очень так субъективно получается. Ну, вот, спасибо. Ну, по стандартам. Естественно. Поэтому все относительно. Ну, смотрите, у нас в нашем вебинаре, вот, первый блок был посвящен мнению молодых исследователей, да, и мы вроде как собрали, может быть, это Вера дополнит что-нибудь, Сергеевна или Александровна со своей стороны, там, да, там, Карина, Антон, и мы тогда, если ничего не дополните, мы двигаемся дальше. Дополните или не дополните? По взгляду. Вера Сергеевна. Да, я хотела очень коротко еще немножечко сказать по поводу вопроса, который задал Константин Анатольевич, да, что кроме, конечно, тренингов GCP, да, откуда нам еще исследователям получать информацию, важно знать, что есть протокол специфичной тренинги, то есть кроме информации общей, да, которые вы получите при предпустении протокола, если что, то вам еще подскажут на протокол специфичных тренингах. Вот, собственно, все. Так, спасибо, Вера Сергеевна. Коллеги, смотрите, у нас есть еще несколько вопросов таких достаточно частных, например, потери от налогообложения, например, там, известны ли вам проблемы корректировки публикации результатов клинических исследований. Я предлагаю эти вопросы на финал нашего, да, вебинара отложить, если останется время, если нет, то в частном порядке, вот там, допустим, ну, по налогообложению, наверное, нет смысла выводить это в рамках такого широкого вебинара. Так, ну что ж, мы двигаемся дальше. У нас подготовлен очень интересный Максим Игоревичем набор примеров, да, условно забавных ответов молодых исследователей, когда они участвуют в проверках своей деятельности. Максим, расскажите, пожалуйста. Коллеги, да, всем добрый день, спасибо за приглашение на семинар. Хотелось бы просто рассказать немножко о контексте моего выступления, да, потому что, в общем-то, я, как и часть коллег, присутствующих, например, Мария Зайца, мы, в общем-то, представляем проверяющую сторону, ездим с независимыми аудитами, независимыми проверками и проверяем, в том числе, качество работы исследовательских центров. Часть нашей работы – это проведение интервью с теми сотрудниками, которые вывлечены непосредственно в работу для того, чтобы оценить непосредственно, какой у них уровень квалификации и как реально проводились те или иные процедуры исследований. Вот, и меня попросили рассказать о каких-то забавных случаях. В общем-то, я попытался их немножко категоризировать. В общем, наверное, можно свести все, наверное, к трем таким базам вещам. Первое – это когда исследователи, в общем-то, в какой-то, в общем-то, недотренированности, да, в общем-то, какого-то недопонимания, какие-то ошибки со стороны команды, там уже стоящих коллег, в общем-то, предлагают собственные варианты трактовок тех или иных положений для технической практики, для того, что мы с вами делаем в клинических исследованиях. Самым, наверное, частым примером в моей практике, наверное, и Мария 100% подтвердит, это критерии серьезности нежелательных явлений. В общем-то, чем моложе исследователь, чем меньше у него опыта, и чем меньше контроль со стороны компаний-спонсоров, мониторов, тем чаще мы слышим, в общем-то, путаницы между серьезностью нежелательного явления и его тяжестью. Потому что типично, когда спрашиваешь исследователя, которые не очень в курсе этой терминологии, да, что такое серьезное нежелательное явление, начинаются истории про, там, не знаю, инфаркт миокарда, инсульты, какие-то осложнения, кровопотери и прочее. Потому что, в принципе, люди просто путают вот эти два главных термина, которые, в общем-то, для нас очень важны в исследовании, потому что от них зависит, в общем-то, скорость реакции на тельные события. Второй, наверное, очень важный момент – это, наверное, несоразмерное и не совсем адекватное восприятие той страны, которая проводит, в общем-то, контроль или проверки проведения клинических исследований. Те же самые там аудиторов, мониторов, инспекторов, да. В общем-то, к сожалению, в практике приходилось слышать, когда, в общем-то, указываешь там исследователям о том, что вот здесь вот есть какие-то недочеты по первичной документации, по процедуре исследования. В общем-то, очень странно слышать от исследователей, да, о том, что, да, вы скажите, как есть, а мы сейчас же перепечатываем всю документацию. К сожалению, да, вот такие вот ответы, ну, совсем неприемлемы. Это, в общем-то, наверное, говорит больше о проблемах коммуникации между, там, спонсором исследований, аргументурами, исследователями, да. В общем-то, наверное, скорее о низкой культуре, вообще-то, в принципе, проведения клинических исследований. Да, к сожалению, такие вещи бывали, да, и приходилось людей как бы отдергивать, потому что говорят, никакие перепечатали, да. В общем-то, мы всегда за то, чтобы, в общем-то, клинические исследования были надлежащим образом задокументированы, да, если какие-то изменения, какие-то больные расчеты, да, они должны быть надлежащим образом исправлены, а не переписаны, да, потому что, в принципе, никогда данные не должны подгоняться под те замечания, которые, в общем-то, находятся, да. В любом случае, любое клиническое исследование, оно проходит, как, в принципе, любая работа с какими-то замечаниями. Следующим, третьим, наверное, в общем-то, пунктом, который стоит отдельно выделить, это, когда исследователи, опять же, да, я не могу сказать, что это особенно касается молодых исследователей, в целом, по индустрии, когда люди отрицают очевидные вещи, да, в общем-то, такое бывает часто с введением медицинской документации, да, в общем-то, какие-то случаи, когда очевидный факт того, что там документация используется таким шаблоном, в общем, а люди начинают тебе рассказывать о том, что этого не было, это не совсем так, то, что они там по памяти набирают там отступы, точки, запятые, это все везде одинаково похоже, да. В общем-то, отрицание ошибок, это тоже такая глобальная проблема, которую, к сожалению, да, в общем-то, нужно решать всем совместно, да, и, в общем-то, это не только проблема молодых исследователей, да. Естественно, молодой исследователь всегда боится того, что, как бы, в общем-то, его главный исследователь, PI, да, в общем-то, потом накажет рублем, исходя из текста договора, да, который, в общем-то, после ключа не выплатил какую-то сумму гранта. Естественно, все боятся, стараются скрывать свои ошибки, но чем больше прозрачности, на самом деле, тем всем проще, потому что мы понимаем, что за ошибки со стороны исследователей, мы, соответственно, понимаем, как с ними работать и куда, в общем-то, стремиться в развитии этой индустрии. Вот, в общем-то, наверное, это такие глобальные вещи, да, в общем-то, вот примеры, которые я привел, они не столь забавные, сколько, наверное, серьезные, как и нежелательные явления, да, они тяжелые. Ну, вот, не знаю, вот Мария, наверное, может добавить, возможно, у нее тоже, у аудитора есть огромное количество случаев. Да, коллеги, если позвольте, я немножко тоже добавлю. Вот, я абсолютно согласна с Максимом, присоединяюсь полностью ко всему вышесказанному, что хотелось еще сказать из таких вот интересных вопросов. Приезжаешь на аудиторию, ты спрашиваешь, что такое серьезные нежелательные явления? Ну, и, конечно, получаешь разные ответы. Он говорит, поцеленту стало хуже, например. Насколько хуже? Может быть, он умер? Ну, может быть, говорит, он и умер. А что-нибудь еще как-то исследователь думает, думает, говорит, да. Вот если врач не получает денег и грант не получает, это тоже нежелательные явления в исследовании. Это из таких вот нелепых вопросов или каких-то ответов. Еще из интересного по поводу мониторинга. Стандартный вопрос от аудитора, приезжает ли к вам монитор на аудитор, ты спрашиваешь исследователя. Как-то один исследователь говорит, да, вы знаете, есть две девушки, тут одна беленькая, другая черненькая. Они вот ко мне на мониторинг приезжали. Может быть, это были мониторы, может быть, еще кто-то был. То есть исследователь абсолютно не знал, как зовут монитор, не знал, как контактов никаких не имел с монитором. Из интересных таких ответов еще бывают проблемы, связанные с зоной хранения испытываемых объектов, то есть лекарственных препаратов. И когда-то спрашивают, покажите, пожалуйста, как вы это делаете, как вы измеряете температуру, например, там, где у вас хранится лекарственный препарат. Вы измеряете минимальную, максимальную температуру. Исследователь говорит, ну, я подхожу к холодильнику, смотрю на термометр. Утром я смотрю на него, эта температура минимальная. А вечером смотрю, эта температура максимальная. Почему именно не наоборот? Это вот тоже, конечно, вопрос. Из интересных еще таких, может быть, наблюдений, которые я часто на тренингах тоже рассказываю или цитирую, приезжаешь на аудиторию, спрашиваешь, скажите, пожалуйста, были ли вы на митинге исследователей? Исследователь говорит, да, конечно, был на митинге. А что вы там делали? Ну и, конечно, аудитор ожидает стандартный ответ, что исследователь послушал презентации, побеседовал со спонсором, какие-то спорные вопросы, может быть, обсуждались, проблема, была дискуссия. А исследователь отвечает, а на митинге мы познакомились с монитором. И мы пошли в ресторан, и мы там ели-пели, подробно мне начинают рассказывать, что я там в ресторане, так называется, занимаюсь. Но это вот тогда тоже из таких смешных, может быть, каких-то ответов, вопросов. Ну а из того, что, может быть, более является серьезным, к сожалению, есть еще вопросы, связанные с утилизацией, например, биологических отходов, вопросы, связанные с утилизацией лекарственных, химических реактивов, химических отходов. И, к сожалению, клинические базы не всегда уделяют этому нужное внимание, и ответы тоже бывают интересные. Как-то после целого дня аудита мы разговаривали с исследователями, и я уже говорил, ну покажите, пожалуйста, акт утилизации лекарственного препарата. Исследователи мне и так, и так приносили разные бумаги, однако все-таки бумаги не были того надлежащего качества, который бы позволили понять, что уже все-таки произошло в итоге с лекарственным препаратом. Ну и в конце я говорю, хорошо, да, я понимаю, что вы не знаете, что вы сделали, и вы видите, что вы не говорите до конца. Ну скажите правду. Мы уже все друг с другом понимаем. Ну скажите, как есть, я пойму, да, что исследователи говорят. Ну тогда вам расскажем. Поздно ночью, вечером мы вышли за пределы клиники, да, взяли это и закопали под левочкой, пришедшимися. Но это, конечно, из таких неправильных, смешных ответов, которые, ну где-то они смешны, где-то, может быть, не очень смешны, что можно было бы здесь дополнить, наверное. Спасибо большое, коллеги. Ну у вас огромный опыт действительно проверки качества работы исследовательских центров. А не складывается ли у вас представление, что, в общем-то, какие-то определенные личностные характеристики должны быть обязательно у такого, ну назовем это, правильного исследователя? Может быть, три каких-то там самых основных личностных характеристики исследователя? Максим, Мария, назовите, пожалуйста. Я тогда, наверное, начну. Наверное, коммуникативность, в первую очередь, да, то, что, как бы, реально люди должны уметь коммуницировать с различными сторонами клинических исследований, потому что клинические исследования – это очень сложная организационная, в общем-то, такая сущность, потому что вы увлечены мониторы, вы увлечены спонсоры, медицинские мониторы, какие-то эксперты. В общем, со всеми нужно разговаривать и понимать, какие их требования, да, что, как бы, и с лучшими, вот. Я усидчиваюсь для того, чтобы ввести первичную медицинскую документацию, да, которая тьма тьмущая и все должно быть правильно оборудованы. Вот. Ну, вот такое вот главное, наверное, два. Мария? Да, корей, конечно, интересный вопрос. Я, правда, к нему не готовилась так, знаете, внезапно, но если это отвечаешь, наверное, это самое правильное мнение, которое мы сейчас выскажем с первого взгляда, что называется. Конечно, да, это позитивный настрой, я согласна. Я бы сказала, наверное, это еще вера. Вера в то, что ты делаешь. Вера, и, наверное, еще слово такое, любовь. Как бы это ни звучало, философски, любовь к своему делу, то есть позитивный настрой в отношении того, что ты делаешь. Конечно, наверное, очень важно для главного исследователя. Это хорошие менеджментские, такие менеджерские качества, возможность управлять, работать в команде. Поэтому вера, любовь, менеджмент. Ну, что ж, вот, дорогие наши зрители, если у вас есть любовь к своей работе, вера, потом позитивный настрой и усидчивость, вы можете написать нам, и мы можем вам рассказать, как стать хорошим исследователем. Правильно подвел? Абсолютно. Хорошо. Да, но у меня вот еще вопрос нашим аудиторам все-таки. Максим, можно ли или нужно ли бояться, например, перед аудитом, потому что аудитор задаст вопрос, сколько глав в GCP, например. Что значит ICH, сколько принципов в GCP? Потому что я помню, когда вот Мария Анатольевна читала недавно курс GCP, это всегда такое зловещее молчание было, когда с трибуны было, сколько принципов в GCP? И все такие опытные исследователи нервно глотали, такие делали, что там звонок какой-то в телефон. А вот таких вопросов нужно бояться? Нужно вот перед приездом аудитора штудировать вот такие математические ответы или нет? Не знаю. Честно говоря, это, наверное, очень индивидуально от аудитора к аудитору. То есть мы, в общем-то, аудиторы точно так же принимаем аудиторы. Это наши заказчики, которые нас спрашивают те же самые вопросы. В общем-то, нужно понимать, что вы делаете, в первую очередь. Вспомните ваши должностные обязанности, что из GCP вам применимо действительно, какие-то базовые постулаты про медицинскую помощь, про права и обязанности, про защиту субъектов. Этого достаточно. Естественно, никто не будет вас нажурить из-за того, что вы не помните номер приказа Минздрава, который регламентирует деятельность в учреждении. Главное понимать, что вы делаете. И, в общем-то, тогда все пройдет адекватно. Но, опять же, правильно коммуницировать с аудитором. Потому что аудитор, он же тоже человек, как ни крути. В общем-то, когда не совсем адекватно настроен исследователь, наоборот, слишком шутливо или слишком серьезно, в общем, всегда это проблема для того, чтобы понять, как все проходило и как вы доказываете исследование. В общем-то, не делать каких-то резких шагов, потому что это как и на экзамен. Вы за ночь все равно не запомните все эти принципы и перепутаете все это. Смысл в этом большом нет. Просто делайте свою работу хорошо и вспоминайте периодически про то, что GCP есть и читайте его. Спасибо. Я здесь тоже хотела добавить по поводу количества, Артем, да, тем не менее, число, когда вы запоминаете какое-то, может быть, объем, вопрос вот такой вот. То есть это позволяет вам использовать мнемонические правила для того, чтобы улучшить освоение материала и запоминаемость этого материала. Поэтому такие вопросы, они всегда будут сопоставимы с каким-то стандартом. И GCP придет какое-то хотя бы реальное ощущение и мировоззрение для каждого исследователя. Да, и уважаемые коллеги, если вы хотите посмотреть очень интересный курс GCP, который прочитала Мария у нас в Институте онкологии в конце года, скоро он будет выложен на канале нашего института. Да, Олег? Мы же его выложим в ближайшее время. Да, мы сейчас нарезаем как раз небольшими блоками по 15 минут, и вы сможете совершенно спокойно ждать аудитора с любыми каверзными и не каверзными вопросами. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Я помню, что как-то задали мне вопрос, какая книга по мнению библиотеки Конгресса США поменяла мировоззрение большинства американцев. Ну, на первом месте это была, конечно, Библия, а на втором месте была книжка «Семь навыков высокоэффективных людей». Ну, это на тот год, когда меня спрашивали. А вот Мария подготовила семь основных навыков врачей-исследователей, которые нужно освоить в первый год. Поэтому расскажите, пожалуйста, Мария. Да, спасибо большое, коллеги, за приглашение, спасибо большое за возможность встречаться в таком замечательном событии. Недавно вышел фильм, но это не так, в общем-то давно, в 2010 году он вышел, Райан Мерфи, режиссер Райан Мерфи, который звучит как называние его «Ешь, молись, люби». И мне показалось, что когда можно было бы собрать семь навыков работы таких исследователей, наших молодых исследователей, можно следовать аналогичному принципу. И поэтому, перечисляя их всем коротко, я могу сказать так, и каждый потом расшифрует. Учи, читай, слушай, проверяй, собирай, будь в команде и пробуй все. Учи, учи GCP, коллеги, как вы о ней говорили, 13 принципов, 8 разделов и основные вещи. Учи GCP, знай нормативный документ, стандарт, чтобы не пришлось потом подменять понятие, потому что, скажу крамолу, но тем не менее, коллеги, спонсор не всегда прав и монитор не всегда. Исследователь должен знать, как на самом деле исследователь должен владеть нормативной документацией. Учи GCP, читай, читай СОПы, читай протокол исследования, для того, чтобы никто тебя не мог запутать и ты всегда знал ответ на вопрос. СОПы, который предоставляет спонсор, СОПы, который есть в медицинской организации, ну и протокол исследования, в соответствии с которым ты делаешь работу. Третье, это слушай, слушай коллег. Когда ты молодой, и уже прозвучало сегодня, очень важно, чтобы старшие товарищи могли тебе помочь, могли рассказать. Поэтому впитывай и слушай, что они говорят. Есть вариант такого наставничества, супервизия, или как супервайзера, когда говорят, так сейчас называют, когда кто-то из старших коллег может осуществлять такой наставнический контроль за молодым исследователем. Это очень хорошая практика. Поэтому если есть такой человек, который всегда на короткой руке может помочь советам, дать какую-то рекомендацию, поговорить с человеком, что-то объяснить, это очень важно. Поэтому слушай коллег. Четвертое, доверяй и проверяй. Доверяй и проверяй, коллеги. Научись формировать первичную документацию, проверяй, что ты пишешь, проверяй за собой, проверяй за своими коллегами. Принцип алког, а свой принцип поведения и принципы формирования первичной документации. Потому что мы все знаем с вами, что если это не записано, значит этого не было. А если этого не было, значит это только слухи. Принцип четвертый, доверяй и проверяй. Пятый совет. Пятый совет. Собирай, собирай документы, собирай все, коллеги. Здесь не бывает неважных документов. И мы знаем с вами, что раздел 8 говорит об эссенциальных документах, об основных документах исследования, которые должны быть собраны исследователем. Поэтому знай раздел 8, собирай все документы и в особенность – эссенциальные, важные документы исследователя, которые составляют исследовательский файл, собирать исследовательский файл. Шестой пункт – будь в команде. Вот это очень важно, чтобы молодые исследователи могли работать со всеми вместе в команде, чтобы чувствовали, что они часть большого коллектива. Если главный исследователь позволяет своим молодым коллегам почувствовать себе часть большой команды, это его заслуга, и он молодец. И тогда у него все получится. Поэтому будь в команде. И последняя рекомендация – пробуй все. Будь на всех мониторных визитах, не монкируй, не пропускай, будь на всех аудитах. Постарайся максимально видеть, впитывайся, слушать, чувствовать, получать информацию. И тогда все получится. Учи, читай, слушай, проверяй, собирай, будь в команде и пробуй все. Всем принципов, которые я бы могла дать, и всем таких рекомендаций. Ну, а как проверить, хорошо ли все получилось, вышло ли все, есть ли результат? Если через год работы, может быть, первый год работы, два года работы, у исследователя сохраняется мотивация для продолжения работы, значит, все идет верно. Потрясающе, Мария, спасибо. Так, коллеги, у меня вот возникла такая идея, у нас есть обратная связь. Кто сейчас напишет все семь принципов, тому будет посещение форума «Белая ночь» и секции клинических исследований, ну, фактически в подарок, что ли. Пожалуйста, напишите, да. Что ж, может быть, кто-то что-то добавит еще? Вера Александровна, вы там вот как-то, мне кажется, хотите что-то сказать? Какой-то, какой самый основной принцип в Костроме работает? Наверное, работа в команде, потому что, ну, и обучение, безусловно, это факт, потому что одно дело, когда у тебя большая команда, федеральный центр, и ты привлекаешь нового специалиста, конечно, тут есть все те принципы, про которые сказала Мария, потому что здесь можно действительно нового члена команды обучить, привлечь и на мониторские проверки, и на аудиты, и все это, безусловно, каждый пункт, который вы проговорили, он важен. Но когда ты единственный, кто знает про эти семь пунктов из всей команды, конечно, возникает ряд сложностей, когда ты точно понимаешь, что обучить надо не одного человека, это же и врачи-следователи, и стадий-координатор, и дата-менеджер. И это мое сугубо личное мнение, что, безусловно, и координатор, и дата-менеджмент, это должны быть два абсолютно разных человека, которые должны выполнять каждую свою функцию для того, чтобы была возможность спрашивать. Относительно, в принципе, аудиторских проверок, казусы, наверняка их значительно больше, но ввиду, может быть, контекста нашей встречи, не все вы проговаривали, но я уверена, этих случаев действительно курьезных, их было достаточно много. Были ли они у нас? Да, конечно, нет. Конечно, их не было. Замечательно. Но хочется отметить, наверное, если посмеяться, посмеялись, одно могу для себя точно вынести, это вот, начиная даже с дата-менеджментских начинаний моих на третьем курсе института, могу точно сказать, что меня, наверное, правильно научили относиться к аудиторским проверкам и к мониторским проверкам. Они действительно заставляют, даже не заставляют, а помогают работать лучше. Поэтому, наверное, это тот случай, когда не надо бояться. Мы все не идеальны, все делают ошибки, их делают и профессора, которые по 20-30 лет в этих исследованиях клинических, которые стоят у истоков. И, наверное, бояться не нужно. Это самое важное, это вот то, о чем вы говорили, что это очень важный пункт, это правильное взаимодействие с проверяющим. Потому что, если ты уже понимаешь, что, к сожалению, это нарушение есть, и оно не майнер вообще, не майнер, надо, наверное, просто придумать и понять, система ли это. Если это не система, то, наверное, это не так страшно, как могло бы быть, если мы говорим о систематических ошибках. Поэтому спасибо вам огромное. Это в таких беседах аудиторы, это, наверное, неотъемлемая часть. Спасибо вам большое. Интересно было вас слушать. Благодарю. Мария, есть вопрос по поводу пятого пункта. Собирай документ поподробнее, пожалуйста. Там он связь с восьмым разделом. Да, да. Раздел 8. ICG-CP-E6-R2. Вы говорила, да? Молодец. В конце состоится от трех подразделов. В зависимости от того, на каком этапе вы находитесь, до начала подписания первого согласия первого пациента или уже после того, как последний пациент ушел с последнего визита, объем документов, которые собираются, он будет различным. ICG-CP раздел 8 определяет перечень документов, которые должны быть собраны до подписания согласия, в момент клинической фазы и по окончанию уже того, как с пациентами работа закончилась, до архивации документов. Поэтому исследовательский файл должен собирать исследователь. Коллеги, вот это очень важно. Исследователь должен понимать, что это его работа, это не работа монитора. И поэтому набор документов, хронология документов, up-to-date, своевременность, актуальность документации. Вот это, конечно, очень важно, потому что, анализируя аудиторские находки, могу сказать, что, наверное, с контентом исследовательских файлов связано наибольшее количество замечаний, которые бывают. Так же, как и, в общем-то, с первичной документацией. Но это может быть даже тема отдельного вебинара, вопроса первичной документации. Да, Хохо. Я прокомментирую тоже немножко про документацию исследовательского файла. Более того, я могу добавить, так сказать, акцентировать внимание, что в некоторых странах, в общем-то, применяется, в некоторых, скорее, организациях медицинских, применяется свой исследовательский файл, который они сами собирают, сами печатают по своему стандарту и сами ведут. То есть даже вовсе того, что монитор не привозит вам ни одного письма, ни одного документа, да, все концы делают санкции. Просто есть такие организации, да, и они выполняют, в общем-то, требования CGCT, вот это сканат, да, исследовательский файл, исследовательский файл, документы исследовательский. Да, хотела еще добавить по поводу аудитов и по поводу взаимодействия со следователями. Аудит, безусловно, коллеги, это процесс двухсторонний, и поэтому очень важно не только, как себя ведет исследователь, но и также, как себя ведет аудитор. И когда я учу молодых коллег в системе качества, то я всегда спрашиваю, что является результатом аудита, что должно остаться в конце. И бывают разные ответы. Вот, говорит, чем больше у меня замечаний, тем, значит, лучше прошел аудит. Чем больше я нашел майджер каких-нибудь критиков, замечаний, значит, тем лучше я провел аудит. На самом деле, коллеги, нет. Самое главное, что должно остаться в конце аудита, это мотивация, это хорошее отношение, это желание продолжать работать и улучшить качество. Так, сейчас, Антон, у нас коллеги, которые пишут правильные ответы, да, пожалуйста, пишите телефон, да, чтобы мы с вами могли связаться, потому что у меня мой интерфейс позволяет видеть только ответы. Или у нас есть возможность потом связаться? Нету, да? Пожалуйста, кто вот написал правильные ответы, напишите, пожалуйста, снова правильный ответ и телефон. Мы с вами свяжемся и обеспечим ваше, так сказать, присутствие на белых ночах. Антон Андреевич, вопрос у вас. Мария Анатольевна, спасибо большое за такой интересный доклад. У меня очень такой провокационный вопрос просто для себя. Вот скажите, пожалуйста, а монитор, он друг врачу-исследователю или нет? Да, так же как аудитор, да, друг врачу-исследователю. Конечно, друг, конечно, другого ответа я вам не дам, безусловно, но человек, который помогает, помощник. Поэтому контроль с одной стороны, с другой стороны, да, это вот помощь и дружеская помощь, только дружеские отношения, да, друг. Спасибо. Я хотел только... Так, Вера, ты говоришь. Да, я буквально одну ремарку сделаю относительно мониторов сейчас. К сожалению, мы столкнулись с проблемой, что некоторые компании довольно часто меняют мониторы. Это к разговору о том, что к нам приезжала девочка, одна светленькая, одна тёмненькая. Иногда, к сожалению, это зависит не от врача-исследователя, а просто потому, что текучка кадров действительно, она довольно большая. И иногда сталкиваешься с проблемой того, что монитор, безусловно, друг, но очень непостоянный друг. И иногда он настолько неопытный, что, к сожалению, есть некоторые моменты, когда ты говоришь, ну, может быть, посмотрим файл. Тут есть несколько разделов, которые вам наверняка будет интересно посмотреть. И поэтому, к сожалению, к аудитам не всегда получается готовиться совместно с друзьями. Иногда друзья довольно непостоянны в этих вопросах. Поэтому, наверное, это не всегда беда самих исследователей. Спасибо большое. Единственное, что мы сегодня не обсудили в рамках такого колеса и клинических исследований, то, что действительно важно, наверное, от врача-исследователя какая-то такая эпилептоидность. В вопросах выяснения каких-то АИ, каких-то признаков изменения его состояния. Вот тут, наверное, значимое отличие от рутинах каких-то вопросов, которые решает врач на приеме, и от тех вопросов, которые в рамках клинических исследований. И здесь, наверное, из моего опыта, может быть, Константин Анатольевич, как главный исследователь, тоже расскажет, что важно говорить врачам и следователям, как доносить вот эту важность отслеживания состояния пациентов. Нам, наверное, вот, Антон Андреевич, наверное, самое такое, что на вас повлияло, чтобы вы стали совсем внимательно оценивать состояние пациентов, как-то вот замечать любые изменения в состоянии, фиксировать это в первичной документации. Какая вот самая, не знаю, может быть, значимая фраза, которую он сказал, главный исследователь, монитор, аудитор, чтобы вы вот это как-то применяли в своей практике? — Ну, я скажу про себя и соглашусь с Марией Анатольевной. С Марией Анатольевной, прошу прощения. Нас еще учителя в ординатуре учили этой формулировке, что что не написано, того не было. Поэтому это реально рабочая ситуация, которая как бы расставляет приоритет. Вот. Ну, так, наверное. — Нет, я вопрос-то по-другому задавал. Например, там есть пациент. Я все-таки получу свой ответ. Не получится вам уйти. Да, предыдущий оратор все ответил. Нет. Но вот к вам приходят пациенты на прием. Ваша задача, как врача исследовательства, максимум собрать информацию с него. Да, вот в какой момент пришло, и вообще пришло ли осознание этого? Если пришло, то в какой момент? Что важно там спросить, что там чешется, не чешется, был ли насморк, кашель, там, не знаю, тем более сейчас это так актуально. Вот. Ну, то есть, вот что повлияло на вас, чтобы все-таки рутинную работу, да, немножко отсепарировать, да, и сделать более внимательный подход к субъекту исследования. То есть, собирать более внимательную информацию о его состоянии здоровья. Ну, на меня конкретно повлияло первый мониторинговый визит, или первый, или второй, там, когда ты видишь, когда ведешь документацию и прием с пациентом, одну сторону медали, когда ты видишь это как клиницист, ты думаешь, что, ну, вот я вот так написал, и все понятно. А потом приезжает человек и начинает тебе, на твой взгляд, задавать достаточно простые вопросы, но если работать вместе с ним, если, как бы, поставить себя на его место, когда-то, действительно, ты там более конкретно описываешь, там, я не знаю, там, даты, степень проверяешь и так далее. Вот, наверное, вот эти вот, как раз, мониторинговые визиты и заставляют тебя более, ну, так, трепетно, то есть, относиться, там, вот, к сбору тех же Айтон. То есть, все-таки друг? Да, я не готов пока ответить. Так, ладно. Артем Николаевич, а можно вам вопрос задать? Сейчас, Карина, ответьте сначала. Ну, безусловно, монитор все равно, это друг клинического исследователя. Во-первых, действительно, хотелось бы, там, немножечко дополнить, да, ответ Антона Андреевича по поводу того, что, да, чего не написано, того не было. И бывает часто, что ты формулируешь свою запись так, что понятно только тебе одному, либо тем врачам, которые, вот, как бы, да, пользуются теми или иными формулировками. Но зачастую происходит так, что, не дай бог, если это доходит до проверок, которые уже более серьезного уровня, да, то есть, монитор это все-таки более такой дружелюбный, да, элемент проверки, нежели аудиторская проверка. То лучше, естественно, эти все вопросы решать на берегу. И когда ты сталкиваешься с тем, что приходят люди и задают по каждой запятой, по каждому слову вопрос, ты уже волей-неволей, то ты уже в следующий раз, когда садишься писать, ты уже описываешь это наиболее подробно. Так, чтобы, если даже взять, там, допустим, я в своей голове вот представляю, вот моя бабушка сядет прочитать, понятно ли ей будет написано, что конкретно сейчас происходит с тем или иным пациентом. То есть, ты уже расписываешь намного это развернутее, нежели ты используешь, там, допустим, элементарные моменты, там, осмотра, да, в клинической практике, нежели ты сидишь просто на приеме. Это как раз-таки улучшает потом, в любом случае, обработку данных в дальнейшем по этому исследованию и выявлять именно процент развития нежелательных явлений. В любом случае, да, не только то, что ты описываешь, но и внимательный осмотр пациента, почему всегда важно смотреть пациента, почему важно снимать витальные показатели. Обязательно, когда садишься определять, оценивать лабораторные результаты, то есть анализов исследований, крови, там, будь то, да, либо это компьютерная томография при выполнении, там, контрольного исследования, все равно ты обращаешь внимание на те моменты, которые как-то выбиваются из нормы. Далее уже после этого берешь книжечку прекрасную по протоколу исследований и смотришь, по CTCA определяешь, да, там, допустим, там, ага, там, третья степень, там, такого-то нежелательного явления является ли она там серьезной, либо специального интереса конкретно для данного исследователя. То есть все это происходит в, опять же, да, как я и говорила, когда был мой доклад, что обязательно обратная связь, и это важно, и да, давайте жить мирно, дружно и общаться друг с другом намного больше, потому что, когда возникают вопросы, лучше спросить, чем промолчать и сделать так, как ты себе решил. Спасибо. Спасибо. Антон, хотел добавить что-нибудь? Я хотел сказать, что, конечно, клинические исследования, они с точки зрения врача и исследователя все-таки позволяют нам, ну, я надеюсь, по крайней мере, соответствовать какому-то мировому уровню клинических онкологов, если говорить про онкологию, да, и участие как раз в клинических исследованиях, оно позволяет, в принципе, доводить свою специализацию, какой-то свой навык, свое умение до какого-то мирового уровня, потому что если ты в команде, если ты участвуешь в исследовании, ты все-таки находишься в рамках какой-то большой мировой команды, которая работает над этим исследованием. А так, конечно, да, тот же пример с ЭКОГом, там, мы пишем ЭКОГ 0 и думаем, что все это понимают, ну, вот, ну, вот, на мой взгляд, и мой опыт, теперь я пишу расшифровку ЭКОГ, чтобы не было лишних. Ну, это такой достаточно простой очень пример, но он так вот, мне кажется, достаточно ясно показывает ситуацию. Спасибо. Ну, у нас мы заканчиваем блок Quality, заканчиваем блок молодых исследователей. Да, сейчас, Максим, да. Я просто что хотел сказать, что действительно одна из самых таких ярких проблем, когда ты организовываешь проведение клинического исследования, это объяснить, хоть действительно сегодня прозвучало мнение, что очень важно, чтобы врач-исследователь был очень связан, ну, с обычной рутинной практикой медицинской, но тем не менее, есть значимые отличия. Например, отличие это такого, ну, скажем, что-то наподобие, как следствие ведут в колобки, да, ты должен постоянно находиться как-то в состоянии такого маленького детективчика, да, который должен выпрашивать у пациентов те особенности, которые в обычной рутинной практике, в общем-то, наверное, и времени нет у тебя, и навыка такого нет. Это очень важно, важно расспрашивать, потому что действительно и хорошо заходит вот это понимание, вот то, что Антон Андреевич сказал, это то, что ты часть большой команды, международной команды, что тебе нельзя быть хуже, да, именно нельзя быть, потому что ты представляешь не только себя лично, как врача-исследователя, не только как исследовательский центр какой-то, да, ты еще являешься представителем страны, да, тут, если участие в международном исследовании, то к тебе, конечно, требования достаточно большие. Одно дело, ты выполняешь работу в рамках только своей собственной функциональной обязанности, другое дело, ты представляешь интересы страны. Поэтому здесь все-таки, несмотря на то, что очень важно быть действительно хорошим клиницистом, врач, действительно, в моем представлении, это что-то врач-клиницист плюс, типа того, что-то расширенное, какие-то опции. Максим, что ты хотел сказать еще? Да, я просто хотел добавить, но, наверное, пошел диалог по поводу взаимоотношений монитора-следователя. В общем-то, нужно, чтобы следователи помнили то, что даже в GCP прописано, что мониторинг – это деятельность не только контролирующая, но еще и обеспечивающая. Мониторинг – это контроль и обеспечение проведения клинической сайта. Не только вы что-то должны, в общем-то, монитор вам тоже обязан предоставить нужную информацию, консультировать вас, ответить на все ваши вопросы, предоставить документы, вовремя приехать и тому подобное. Просто, да, он должен быть ваш друг, да, скорее даже партнер. Просто это даже в GCP прописано. Спасибо. Спасибо большое. Но еще у меня вопрос вот такой. Мы потихонечку переходим к следующему докладу. А локальный этический комитет – это все-таки друг или не друг молодому исследователю? Потому что, например, когда молодой исследователь сталкивается первый раз с этическим комитетом, у него наверняка есть какое-то свое представление. У нас сегодня есть возможность узнать со стороны этического комитета нашего института. Кирилл Хамков, член этического комитета, расскажет о тех наблюдениях, которые есть. Расскажи, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за возможность выступить. Тема моего небольшого доклада звучит следующим образом. Это «Молодые исследователи» и «Локальный этический комитет». Зачастую у молодых исследователей складывается впечатление, что этический комитет – это некий формальный орган, который влачит свое жалкое существование в тени главных исследователей, является неким административным барьером на пути проведения исследования. Однако это далеко не так, это совсем не так, и я сейчас попытаюсь вам объяснить, почему. Довольно подробно цели и задачи Локального этического комитета описаны на сайте нашего учреждения в соответствующем разделе. Этический комитет создан с целью осуществления экспертизы, консультирования, рекомендации и оценки этических и правовых вопросов в планировании клинических и инициативных исследований. Работа комитета направлена на содействие развития науки, повышение качества клинических исследований с участием человека, проводимых в рамках диссертационных работ, грантов и других научно-исследовательских проектов. Проведение доклинических и клинических исследований в учреждениях возможно только после получения одобрения Локального этического комитета на проведение данного исследования. Локальный этический комитет выступает гарантом соблюдения прав, безопасности и благополучия субъектов исследования, их добровольного согласия на участие в исследовании, оценивает риски для исследователей в потенциально опасных исследованиях, а также обеспечивает контроль проведения доклинических исследований. Таким образом, Локальный этический комитет в своей деятельности оказывает очень большую поддержку исследователям. Выражается это в том, что через заседание ЛЭК не пройдут неправильно составленные документы, материалы с нарушением этических и правовых норм. После оценки исследования по медицинским критериям, исследователь может быть уверен в актуальности протокола клинического исследования. Вся информация, которая будет доступна для пациента и касаться пациента в ходе исследования, будет выверена до последнего слова, оценена по социальным и этическим критериям. То есть после одобрения этическим комитетом исследователь получает проверенный по всем параметрам пакет документов. Это позволит в работе избежать лишних и неудобных вопросов со стороны пациентов, так как и информационный листок пациента, и брошюра исследователя, и брошюра для пациента, и различные информационные материалы для пациентов попадут к пациенту в руки с простым, понятным и доступным содержанием. Все эти моменты в конечном счете позволят исследователю сэкономить массу времени, которое можно будет направить на основное занятие, на основную задачу – это лечение пациентов. Может сложиться мне впечатление, что взаимодействие исследователя с локальным этическим комитетом ограничивается только проведением экспертизы и заканчивается получением заветной выписки об одобрении вопроса. Однако это совершенно неправильное мнение. В течение всего исследования и испытания комитет осуществляет контроль соблюдения прав пациентов, участвующих в клинических исследованиях, руководствуясь при этом международным стандартом GCP и руководствуясь внутренними стандартными операционными процедурами. При этом обязательной практикой является ежегодная оценка безопасности исследуемых препаратов пациентов. В завершение моего небольшого выступления хочу обратиться к молодым исследователям с просьбой внимательного отношения к деятельности локального этического комитета. В первую очередь это касается подготовки и подачи документов в этический комитет на проведение экспертиз. При формировании пакета документов необходимо тщательно проверять форму, содержание документов, их реквизиты, где это применимо. Перечень документов должен быть полным и соответствовать содержанию заявки на проведение экспертизы. Этот комплекс мер позволит должностному лицу локального этического комитета быстро, полно и правильно, качественно проверить пакет документов на проведение экспертизы и включить ваш вопрос в повестку ближайшего заседания. Также следует с пониманием относиться к срокам, которые установлены в работе локального этического комитета. В первую очередь это срок подачи заявлений, подачи документов на проведение плановой экспертизы. В настоящий момент в этическом комитете учреждения такой срок составляет 10 рабочих дней. Эти срок, как нам кажется, довольно большой и принимается сейчас комплекс мер для его сокращения. Но исследователи должны понимать, что это не просто некий административный барьер. Этот срок направлен на качественное рассмотрение вопроса и, как следствие, на выход качественного продукта, качественного пакета документов для использования в исследовании. В этот срок входят такие моменты, как проверка должностным лицом этического комитета пакета документов, формирование повестки заседания, распределение вопросов между экспертами, а также время для подготовки эксперта по данному, по вашему вопросу. В целом, качество и скорость работы должностного лица локально-этического комитета напрямую зависит от исследователя, от того человека, который формирует, подает пакет документов в локально-этический комитет. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кирилл. А вот есть вопрос от наших зрителей. Есть ли образцы протоколов клинических исследований, которые планируются провести в рамках диссертации? То есть, когда нет фармкомпании, но ты хочешь провести свое исследование, на что можно ориентироваться, чтобы не ошибиться? Локальный этический комитет может в этом отношении помочь, как некая библиотека? Да, спасибо большое за вопрос. Локальный этический комитет может помочь в этом отношении. Существует шаблон всех необходимых документов, которые требуются при формировании пакета для подачи заявки в ЛЭК на проведение экспертизы. Этот шаблон, этот пакет документов, пакет шаблонов не является конфиденциальной информацией и может быть предоставлен по запросу. Спасибо. Ну, вот если вспоминать эволюцию отношения исследователя к локально-этическому комитету, может быть, Вера Сергеевна, расскажете свою эволюцию? Как локальный этический комитет воспринимался вами, когда вы были врачом, например, на начале пути исследователя и сейчас? Эволюцию. Трудно сказать, но всегда воспринимался, я думаю, как помощь. В принципе, локальный этический комитет помогает врачу-исследователю изучить протокол. Я прошу прощения, что я вас так выдернул с вами вопросом. Я что, к чему хотел сказать? Что просто все-таки это формальный орган или это орган, который действительно помогает врачу не совершить ошибки и стоит на защите интересов пациентов? Вот, наверное, только об этом. Конечно, стоит на защите пациентов и помогает врачу не совершить ошибки. Потому что, конечно, когда ты формируешь пакет документов, там все это пересматриваешь, это все, да, это все, я понимаю, что вы хотите сказать. Но это как дополнительный контроль как бы, то есть, поэтому, да, конечно, помогает. Да, хорошо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли какие-то замечания, дополнения? У меня есть вопрос по поводу этического комитета. Это, коллеги, а как вот молодому исследователю можно узнать, поучиться, где пройти тренинг, может быть, в самой организации медицинской или где-то еще о том, какие процедуры должны быть соблюдены и какой пакет документов собирать, вот чтобы не было тех ошибок, о которых вы говорили. Ну, по поводу обучения у нас, Константин Анатольевич, да, дальше-то, по-моему, у нас тут заключение. Мы расскажем, может быть, мы пока сохраним некую интригу нашего вебинара. Ну, то есть, такая возможность есть, да? Нет, мы можем сохранить интригу, но тут, как бы, да, моя история задала вопрос конкретно об отношении этических комитетов. Я просто вспоминаю, да, историю, там, до личной давности, когда мы проводили, собралась группа людей, мы провели конференцию этических комитетов локальных Санкт-Петербурга, вот, и где обсудили очень кучу вообще очень важных вопросов. На самом деле, в этом году мы планировали провести конференцию в апреле, в связи с этой коронавирусной инфекцией, скорее всего, это будет отложено, но в целом, как бы, мысль такая есть. И эта конференция будет не только конференция, да, но еще и будет, соответственно, такой однодневный курс для членов политических комитетов, конечно, не только для них, но и для любых других интересованных лиц, да, именно в отношении этических экспертизы клинических исследований. Вот, поэтому, в принципе, поучиться есть где, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, точно, раз в году. Поддерживаю инициативу, буду рада присоединиться. Хорошо. Казан Анатольевич, у вас камера немножко двигается, такое ощущение, как будто бы на яхте, да, и... Да, да, вот примерно так, да, и всех уже укачало, кроме вас. Нет, не на яхте, пока сезон не открыт. Коллеги, я очень благодарен всем нам за то, что мы, несмотря на какие-то особенности последнего времени такого достаточно напряженного, находим, ну, навыки, умения и как оптимизм, да, хорошо и здорово говорить о сложных вещах, легко говорить о сложных вещах. Мне кажется, что это, ну, действительно говорит о том, что мы хорошо в этом разбираемся, потому что, когда человек может просто говорить о сложном, это как один из таких параметров того, что он, ну, хорошо понимает, о чем говорит. Но у нас в целом, да, есть уникальная возможность, помимо того, что собрать врачей и специалистов в области клинических исследований, еще можно услышать в рамках вебинара удивительных людей. Это организаторов пациентских организаций, да, есть замечательная пациентская организация, Международный союз пациентов, да, которая очень четко следит за интересами пациентов. И, Ксения, расскажите, пожалуйста, вот для молодых исследователей, какое вот самое такое, ну, может быть, несколько наветов, да, там, или каких-то определенных советов, да, что надо помнить, когда ты заходишь как врач-исследователь в клинические исследования. Спасибо. Всем добрый день. На самом деле, я бы хотела начать не с наветов, я, кажется, хотела бы задать вопрос Вере, Карине, Антону Андреевичу. Расскажите, какие сложности, когда вы переросли часть пациента? То есть вообще, какой пациент для вас является сложным? Что бы вы хотели, чтобы пациенты задавали вам больше вопросов, или чтобы пациенты оказывали вам максимальное доверие и как можно меньше всего спрашивали, интересовались? Расскажите с вашей точки зрения. Вот вы с ним первый раз встречаетесь. Что лучше для вас? Ну, исходя из моего опыта, Когда пациент спрашивает, это, наоборот, хорошо. У нас есть такая проблема, наверное, она сугубо характерна для российского пациента, а наоборот, недостаточное ответственное отношение к своему здоровью, к своему заболеванию. Когда человек, пациент, ответственно относится к своему заболеванию, он и ответственно относится и к рекомендациям, и к лечению. А вот если он думает, что это все несерьезно, или он так привык жить, я не знаю, может быть, это такой вариант борьбы со стрессом. Вот там намного сложнее работать с больным, нежели когда он задает много вопросов. Понимаете, когда человек задает много вопросов специалисту, я как специалист всегда найду ответ. А вот когда он их не задает и додумывает их сам, или как-то предпринимает какие-то другие действия, усилия, берет откуда-то, он вправе брать, конечно, информацию из других источников, и мы только это приветствуем. Но у меня контакт с больным формируется только тогда, когда я отвечаю на все его вопросы. Тем самым мы как бы укрепляем доверие между друг другом. И для меня самый такой трудный пациент, это такой пациент, которому все равно, чем мы будем заниматься, как мы будем лечиться, какой у нас будет протокол, какой у нас будет график визитов, какое у нас ожидаемое осложнение, какие мы ждем результаты нашего лечения. Тогда мне надо эту информацию вкладывать в этого больного. Не он у меня ее берет, а я ее в него вкладываю. Это немножко... Ну вот это мое мнение. Для меня такой пациент – это самый сложный пациент. Вы знаете, я могу сказать, что это не совсем проблема пациента. Просто за все это время, пока он лечится, врачи на него не находят времени, они с ними в большинстве своем не общаются и не рассказывают, что с ними происходит. Поэтому, мне кажется, если вы... Действительно, у вас это важно, то оказывая ему доверие, рассказывая его то, что он не просто человек, который пришел на эти исследования, а то, что он полноценный партнер этого исследования, и именно доверяя этому человеку в самом взаимоотношении, вы будете получать такие вопросы. Потому что мы сталкиваемся, наоборот, с тем, что сейчас пациенты задают достаточно таргетные вопросы. Они их задают с пониманием, они уже изучили материал, они это знают. Но большая проблема именно в тех звеньях, которые были до вас. Вот эти люди с ним практически не разговаривают, и у них уже изначально какое-то восприятие того, что, чтобы они не спросили, вы не ответите. Или вы ответите очень скользко, очень быстро и мало уделите этому времени. Поэтому, может быть, стоит потратить больше времени на то, чтобы донести до него то, что, что бы он ни спросил, любой его вопрос, он важен, он нужен, и он у него точно получит ответ. И неважно, сколько это займет времени. Ну, Ксения, тоже тут надо... Вот у нас был... Помните, в прошлый раз был вебинар интересный? Это психологические аспекты подписания и информированные согласия. Там наш психолог подготовил большое сообщение, и там все-таки это не так все легко. Очень... Ну, если вот в области онкологических следов, там очень важны психологические аспекты состояния пациента. И все-таки тут, как действительно, это командная работа, и тут ответственность, она лежит и на враче, и следователе, и на пациенте. Тут как раз, мне кажется, вот возможность таких вебинаров делать выводы, и потом разрабатывать какие-то, может быть, дополнять от школы пациентов, может быть, как раз вот таким знанием. Натана Анатольевич, хотела тоже дополнить. Я именно поэтому спрашиваю, какие есть сложности с стороны пациентов, да? То есть отсутствие вопросов. Вам кажется, что они не заинтересованы, но это действительно связано больше с психологией пациента, потому что у него уже столько было надежд и крушения этих надежд, да, что, конечно, он уже, может быть, и не видит смысла в этом. То есть дать ему еще раз какую-то надежду, дать ему, оказать ему доверие, умение услышать. Ну, я вот хочу ответить, Ксения, что пациенты с таргетными вопросами нас совершенно не пугают, наоборот, с такими пациентами работать намного легче. Но вот, то, что они приходят с валом какой-то информационной продукции, которая влита в них с разных источников, иногда совершенно сомнительных, ну вот, ну, это, мне кажется, системная проблема. Мы здесь, как врачи, мы можем только те или иные мифы развивать, ну вот, но развеивать, да, я прошу прощения. Вот, ну, поэтому так, наверное. Нам без вас не справиться. Да, почему мы всегда с радостью с пациентскими организациями. Я же поэтому спрашиваю, какие есть нюансы со стороны как раз молодых клинических исследователей? То есть, каким образом, когда набирают нам на горячую линию, как нам лучше отвечать? То есть, как нам подготовить пациента для того, чтобы между вами владеть максимально качественные и комфортные для работы взаимоотношения? Вера Сергеевна, Карина, я могу. Ксения, важно, наверное, есть у нас сейчас такая программа, база данных, и вообще, в принципе, то есть мы активно развиваем сейчас такую отрасль, как информирование в социальных сетях, на сайте, в Инстаграме и так далее. Именно база о клинических исследованиях, и мы активно сейчас стараемся говорить о том, что пациент, если он заинтересован в включении в исследование, мы готовы ему помочь. То есть, что нужно для этого сделать? Есть сайт МИКа, да, у нас, на который может зайти пациент, либо лечащий врач пациента, да, и заполнить анкету, которая состоит из перечня некоторых вопросов, по которым мы уже сможем после этого выбрать для пациента какое-либо исследование, если оно вот в данном конкретном случае существует. То есть это исключает необходимость даже личного присутствия в федеральном центре для того, чтобы, да, как бы, быть попробованным включиться в исследование. И как раз дистанционно у нас сейчас набрана команда, которая активно отвечает на эти анкеты, и даже если нет возможности включиться в исследование на базе медицинкологии Петрова, мы пытаемся найти среди российских клинических исследований то, что мы можем предложить. Так вот, самый главный посыл, да, моей речи состоит в том, что, наверное, все-таки важно, и мы были бы вам очень благодарны, если бы вы также осведомляли наших и ваших, да, пациентов о том, что есть вот такая вот возможность, да, и она считает, что очень колоссальная, что с любого уголка страны можно подать эту анкету, ответив на несколько достаточно простых вопросов и получить шанс попасть в исследование. И сказать о том, что исследования зачастую проводятся с теми препаратами, которые, возможно, могут быть дефицитными в том или ином регионе. То есть, да, естественно, будут врачи там каким-то образом говорить о том, что они не могут предоставить такое-то лечение пациенту вот в этом городе. Но это не означает о том, что от него отказываются в других местах. То есть, важно, чтобы они понимали, что они могут обратиться в то место, где им максимально постараются помочь и предложить качественную медицинскую помощь в рамках клинических исследований. Мы взаимодействуем с МИКой, мы всю информацию с МИКой и о рейсингвических исследованиях выкладываем на сайт и соцсети. У меня вопрос состоял в том, что вот он пациент уже дошел до вас. То есть, как ему максимально правильно себя вести? Именно он уже до вас дошел. Как мы можем, как мы с вашей стороны можем подготовить этого человека для взаимодействия с вами? Обязательно. То есть, если, кстати, тоже предложение сейчас, да, о том, чтобы выпустить такую по типу брошюру, о том, что нужно сделать, чтобы быть подготовленным к визиту врача. То есть, обязательно нужно понимать, да, что четко и развернуто нужно говорить о своих симптомах. То есть, то, что болит, что не болит. Пусть это будет казаться, может быть, нелепым, неважным с точки зрения российского менталитета, но лучше это озвучить врачу для того, чтобы мы уже приняли решение, на какой план по актуальности выходит та или иная жалоба. Это первое. Второе. Перечень вопросов о том, вплоть там от прогнозов, от тех вариантов, что ждет и так далее, да, пациента там при возможности включения в клиническое исследование. Далее мы стараемся дать наиболее развернутый ответ о том, что ему будет предложено. После чего пациент должен знать, что если у него возникнут какие-то вопросы в процессе ознакомления с информированным согласием, он в любом случае может их задать. Чем больше вопросов, тем больше успех в лечении пациента. То есть, наверное, все-таки, я повторяюсь, да, то, что Антон Андреевич говорил, это значит, что максимально нужно задавать вопросы, то есть, нужно максимально быть раскрепощенным и не стесняться, да, если говорить конкретно о нашей стране. То есть, мы говорим о доверии, да, и о том, что необходимо спрашивать и рассказать обо всем, что происходит, обо всем, что волнует. Ксения, вот... Очень бы, наверное... Что? Да, ну, я хотел еще ответить вот на ваш вопрос, что говорить, но, если у вас есть такая возможность и вы работаете, с пациентским сообществом, хотелось бы, чтобы пациенты понимали, что доктор тоже человек, ну, вот, это не какая-то личность, которая виновна в заболевании этого человека, да, этого пациента. То есть, и хотелось бы, чтобы, ну, по крайней мере, те больные, которые к нам приходят, мы пытаемся до них донести, что участие в клиническом исследовании, да и вообще лечение пациента, онкологического пациента, как я говорю, это работа командная, с определенными зонами ответственности, в том числе и зоной ответственности пациента. И врач – это не то лицо, которое решает все проблемы пациента, он решает проблемы, касаемые с его заболеванием, да, и то в определенных рамках, не обязательно в рамках протокола, вообще в рамках определения тактики лечения и диагностики, там, и дальнейшую маршрутизацию этого больного. В этом могу вас заверить, что мы как раз всегда объясняем пациенту, что его здоровье и его лечение, скажем так, эффективность его лечения напрямую зависит только от него самого. То есть наше здоровье, оно лежит на наших плечах, не надо никого перекидывать, если человек где-то не нашел времени на себя, то ни в коем случае в этом не виноват врач. И мы как раз и говорим пациентам о том, что самое главное доверять, да, если вам прописана одна дозировка, извиняюсь, соседка с этажа принимает условно другую дозировку, ей стало лучше, не надо менять самостоятельно себе дозировку, прислушивайтесь, доверяйте, если что-то идет не так, то лучше переспросите. В целом к молодым исследователям очень бы хотелось сказать, что сначала было как-то страшно, поверьте, в любом случае пациенту страшнее, то есть когда он приходит к вам, пациенту в любом случае страшнее, и когда пациент приходит и видит действительно молодое лицо, то ему становится еще более, скажем так, некомфортно, но это на самом деле правда, то есть в этом нет ничего такого удивительного, наше старшее поколение безумно пугается, оно готово закрыть дверь с другой стороны, и не идти к человеку, который, как ему кажется, по возрасту еще не может каким-то знанием обладать. Поэтому очень хочется, чтобы вы транслировали уверенность, чтобы вы действительно выслушивали до конца, неважно, о чем он вообще хочет вам изначально рассказать. Пусть он выговорит сначала, а потом уже налаживаете с ним контакт. За вами стоят потрясающие великие люди, которые вас поддержат. за ними к моменту, когда они доходят до вас, уже частенько даже родственники могут не стоять. Поэтому единственное, кого они могут поручиться и положить свои надежды, отложить их на вас. От этой темы хотелось бы отойти, спросить у Артема Николаевича, возможно ли сделать одну из тем вебинаров как раз реферальный маркетинг. Потому что, да, действительно, есть такая проблема, когда пациенты узнают от лечащих исследований, они приходят к своему лечащему врачу в какой-то регион, а там врач говорит о том, что нет, не надо, не лезь туда, мы тебя тут прекрасно будем лечить. Действительно, это колоссальная проблема, когда пациенты сами об этом узнают, сами хотят, а их не направляют и даже, можно сказать, вставляют палки в колеса, чтобы они вообще туда попали. Конечно, вы знаете, как вы получите ответ. Да, да, можно провести вебинар на эту тему, потому что, ну, в моем представлении, наверное, оно правильно, не знаю, поддержите меня или нет, для пациента участие в клиническом исследовании, если это онкологический диагноз, в частности, да, то, в общем, иногда является, в большинстве случаев, да, является преимуществом, чем лечение в рамках рутины, да, почему мы, наверное, вот как раз раскроем, почему участие в клиническом исследовании можно считать приоритетным, это вот в рамках того самого вебинара, который вы предлагаете провести, ну, я бы его назвал, может быть, не реферальным маркетингом, потому что это звучит немножко так, ну, по бизнесу, да, может быть, назвать просто, ну, как-то иначе. Вот, спасибо большое, Ксения, спасибо, мы, как, исчерпали почти все время нашего вебинара, у нас заключительное слово за Константином Анатольевичем, Константин Анатольевич, вы на связи? Вы на яхте? Нет, нет, вы до сих пор на яхте, у вас там болтается камера, но у вас есть как раз прекрасные возможности завершить наши вебинары? Сложно наш вебинар завершить в действительности, потому что очень, ну, какой-то такой, как говорится, прям завершить. Почему? Потому что очень много нас не было поднято во время этого вебинара, да, в конце мы уже снова вернулись к теме предыдущего вебинара, на самом деле, да, который, наверное, говорил про информированное согласие, психологию и так далее. Вот. И действительно это очень крупная проблема, очень серьезная проблема, но она тоже связана с вопросами информирования, информирования с психологией. Вот. А до этого разные докладчики у нас сегодня были, Вера Сергеева тоже говорила, она говорила про информирование с врачей, то есть в принципе у нас существует некая такая информационная ваку. Вот. Где-то в феврале вот этого года 15 лет уже прошло, как я занимаюсь клиническими исследованиями в рома-финансовой. За этот период времени я вот увидел, к сожалению или к счастью, я вот точно не знаю, не увидел революции, а увидел революцию клинических исследований в нашей стране. Почему? Потому что, например, такие вебинары в принципе у нас технически были невозможны. Вот. И темы, которые мы обсуждали, они тоже были не совсем возможны. Например, мы сегодня обсуждали вопросы, связанные с распределением обязанностей в исследовательстве коллективов, да, и то, как это делается в промышленном уровне. Мы обсуждали вопросы, связанные с, наверное, с оплатами, да, исследовательских команд, работа, труда исследовательских команд и говорили о том, что, наверное, самая прогрессивная история это история одноконтрактная, да, то есть, вот. Наверное, 20 лет назад об этом вообще просто, в принципе, наверное, речь вообще не шла. Но, в принципе, вот я слышу сейчас и, наверное, сквозило во всех докладах, во всех выступлениях, в комментариях наших коллег, да, речь идет о том, что мы недостаточно информированы, то есть, в принципе, недостаточно информированы о том, что такое клинические исследования врачи имеются, молодые врачи, а что нужно сделать для того, чтобы принять участие в клиническом исследовании, а что нужно почитать, что изучить, да, то есть, какую новую, то есть, это действительно так. И, на самом деле, в рамках нашего вебинара мы такое накидали, такой GCP, там, да, кому-то, что-то еще, но, наверное, для части людей все равно осталось достаточно непонятно, да, почему? Потому что уровень подготовки разный, да, мы немножко говорим о своем уровне, а есть часть людей, я думаю, они так и не поняли, да, что ему делать, кому позвонить и так далее, где получить эти исследования, кстати, много вопросов к Вере Ресадове и Костромера находятся, а к Вере Ресадове и Костромера находятся, то есть тоже вопрос, вот. Поэтому, наверное, нами, какой-то команды, которая такая вот, заинтересованных в продвижении клинических исследований у нас, наверное, следует подумать о информировании участников и о, может быть, создании некого, может быть, образовательного комплекса, образовательного пути для людей, для врачей именно конкретно, которые хотят и хотят заниматься клиническими исследованиями. вот. Не знаю, Артем Николаевич не даст соврать, но, действительно, над этим мы думаем уже, наверное, в течение последнего года, если не более, да, и сейчас подошли к платформе именно к запуску некого такого образовательного, образовательной, образовательной программы для врачей-исследователей, которые, которые смогут получить необходимые знания в их рот. Вот. Вот. Хорошо, спасибо большое. Но, коллеги, у нас есть несколько очень приятных отзывов от наших зрителей, пишут спасибо, коллеги исчерпывающие. Ну, в общем, по ответам можно сказать, что мы эти два часа провели на позитиве, поделились позитивом, да, и, наверное, можем, да, спокойненько завершать наш вебинар и планировать следующий, который мы проведем, видимо, в следующем месяце. У нас четвертый четверг обычно проводятся вебинары по клиническим исследованиям, а каждый третий четверг это по цифровой онкологии. Поэтому присоединяйтесь, участвуйте, предлагайте свои идеи. Если мы на какие-то вопросы не ответили, например, там вот есть там особенности налогообложения в клинических исследованиях, там потом есть вопрос по финансированию клинических исследований, там по поводу публикаций, там примеров файловых исследований, я как модератор позволил не выносить на общественное обсуждение, напишите, пожалуйста, на нашу почту официальную институту Петрову, и мы вам дадим исчерпывающий ответ с привлечением спикеров и сотрудников отдела организации клинических исследований. Спасибо большое, коллеги, спасибо. Да, Константин Анатольевич, палец поднял. Продолжение, даже мысль у нас была, мы разговариваем, о предпринимательстве говорили, о учении поговорили, определенные, вопросы открытые, проблемы нерешенные, чтобы мы их не забывали, чтобы мы, как-то говорят, полуапили эти вопросы, и возможно выносили на следующие дискуссии, вот такое у меня есть организационное предложение, то есть вот как раз связанное с информированным согласием для пациентов, информированности о клинических исследованиях и так далее, чтобы у нас был некий механизм в наших кабинарах, который позволял бы это делать. Отличное предложение, к тому же все-таки надо отметить еще важную особенность работы в клинических исследованиях все-таки зависимость от каких-то международных и вообще глобальных тенденций, потому что сейчас мы наблюдаем значительные изменения в деятельности вообще всего, что работало и работает от пандемии и вируса, да, в том числе и клинические исследования тоже поменяются. За полгода, наверное, в ближайшие полгода будет какое-то падение и самое благоприятное времяпрепровождение для этого, это что это? Обучение, повышение своей квалификации, просмотры вебинаров, организации вебинаров, чтение лекций, просмотр на канале YouTube нашего института лекций Марии, и в целом общение для того, чтобы помнить про 7 основных навыков врача-исследователя. Спасибо, коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok